Друзья, я приветствую вас на канале Политбюро. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание и доверие к нашему проекту. Не забывайте это видео также и поддержать вашим лайком, подпиской на канал. Пишите ваши вопросы или комментарии, друзья. Сегодня в нашей виртуальной студии, но поговорим о реальных вещах с Алексеем Бурячек. Алексей, здравствуйте. Да, приветаю вас, Эдуарда, и приветаю всех наших шановных людей. Алексей, я предлагаю с вами начать с интересного высказывания Андрея Ермака. Да, поскольку, невзирая на последние высказывания украинской власти и представителя экспертного сообщества, Ермак, ну скажем так, идет в разрез. Находясь с визитом в Соединенных Штатах Америки, глава Офиса Президента говорит, что Украина не готова к компромиссу с Россией и уступке территории ради прекращения войны. Как Владимир Зеленский в одном из интервью сказал, что Ермак – это потужный менеджер в моей команде, он делает то, что говорю ему я. И вот если делает Ермак, что говорит Зеленский, то и говорит, что говорит Зеленский. А мы услышали недавно, с одной стороны, Зеленский говорит, ну скажем так, не назвал возвращение территории среди условий для окончания войны, а с другой стороны, Ермак все-таки говорит никаких компромиссов. То где же правда? – Честно говоря, я не знаю, про каких экспертов вы говорите. – Про профессиональный Васильчук. – Так, а что там было? – Ну, скажем так, сохранили столицу, сохранили государственность. – А, все-все-все, я понял, это то, что облетело интернет, вот эта вот фраза сначала господина ФСМК, а потом Масильчук. Да, я понял, ну послушайте, это точка зрения отдельного эксперта и отдельной журналистки. Я не слышал ни от нашего президента, ни от главы офиса президента Андрея Ермака, что Украина, ну скажем так, готова идти на какие-то территориальные уступки. Более того, я думаю, что этого не произойдет в любом случае. Я, смотрите, я не сомневаюсь, что стороны будут искать, так или иначе, с участием посредников, да, международных, какие-то компромиссные решения. Но эти компромиссные решения, и тут важно, в любом случае не будут в себе содержать то, что Украина заплатит, скажем, за мир своими территориями. Этого не будет никогда. Украина не отдаст Российской Федерации ни метр своей земли. Да, может быть, действительно у нас сейчас не хватает, скажем так, военных сил, чтобы полностью и быстро деоккупировать свою территорию Российской Федерации. Вы же помните те из того же, например, Азербайджана, который после того, как Российская Федерация помогла Армении оккупировать тот же Нагорный Карабах и не только. Они же, собственно говоря, ждали необходимого международного контекста, сами развивали свои, скажем так, возможности военные, а потом реализовали и деоккупировали абсолютно всю свою территорию. Поэтому вот это вот где-то выдергивание из контекста, мне кажется, или, может быть, кто-то где-то некорректно что-то сказал, мне кажется, это абсолютно неправильно. Наша позиция, я думаю, и вас, и меня, и всех наших уважаемых телезрителей, я думаю, однозначно и едина. Украина никогда не должна отдавать свою территорию. Полностью с вами согласен, Алексей. С другой стороны, если так взять пример, тот же Крым, мы же Крым не отдаем, но не отдаем ему уже 10 лет. То есть, возможно, и вопрос других территорий, он был немного, скажем так, подвешен в историческом или каком-то определенном таком временном периоде. Смотрите, мы сейчас не знаем, к чему, какому компромиссу, скажем, придут стороны. Но я точно знаю и могу вас уверить в том, что Украина напрямую с Российской Федерацией по этим вопросам говорить не будет. Это будет в любом случае с участием наших международных партнеров. И, в принципе, про это сказал президент Зеленский. За основу можно взять ту же самую зерновую сделку двух треугольников с двумя общими гранями. Там две были общие грани, здесь общие грани может быть больше. Это может быть пяти-шести угольник. И вот в рамках этого процесса уже будут искаться, возможно, какие-то временные решения. Вот, например, по Крыму, помните, было же такое проговаривалось, как минимум, на каком-то экспертном уровне, общая юрисдикция, когда переходит Крым полностью под украинскую юрисдикцию, то есть это территория Украины. Но, скажем так, осуществляется руководство этой территории прежде всего Европейским Союзом. И, конечно же, выводятся, например, российские войска на 100%. То есть на самом деле комбинаций может быть очень много. Я прекрасно осознаю, я как бы реалист, что мы вряд ли победим Российскую Федерацию на поле боя. Да и более того, ну, скажем, да, вот, прям вот, чтобы Москва горела и так далее. Но мы же такой задачи себе, честно говоря, не ставим, потому что она деструктивна. Если мы будем ставить перед собой такую задачу, то мы, скорее всего, можем нарваться на критику от наших же партнеров. Правильно? Потому что, ну, собственно говоря, раздела и палающей Москвы, и раздела Российской Федерации на 15 ядерных неконтролируемых террористических организаций, на самом деле никто не хочет. Наша главная цель – это выгнать врага и оккупанта с нашей территории. Вот это и будет, собственно, наша победа, к которой мы можем, конечно же, идти в несколько этапов. Поэтому никакой зрады-зрадной, собственно говоря, нет. И никакого различия позиций между руководителем Офиса Президента и самого Президента тоже нет. В то же время, вслед за Орбаном, президент Турции Эрдоган призвал прекратить огонь в Украине. Об этом он заявил на встрече с Путиным в Астане, в ШОС. И Путин там тоже так как-то вскользь сказал, что стамбульские договоренности остаются на столе и могут лечь в основу переговорного процесса по Украине. Что, скажем так, они снова за «Стамбул-Н» нам хотят впихнуть? Ну, слушайте, у Путина на столе там еще, помните, эти Рюриковичи лежат и там листы Богдана Хмельницкого. У него там, походу, стол заполнен всяким ненужным хламом. А в данном случае те стамбульские переговоры, они же, собственно говоря, ничем не закончились. Поэтому, что лежит на столе у Путина, на самом деле очень тяжело сказать. Поэтому в любом случае, как я уже повторю еще раз, если и будут какие-то договоренности, назовем их условно мирные, да, потому что они же могут быть продленные во времени, назовем это так. Есть же, скажем, даже такое юридическое понятие, то они в любом случае будут не между Россией и Украиной, но вот как в виде двусторонних. А то, что Ордоган пытается максимально, скажем, вытянуть бонусы для себя с этой ситуации, предлагая, как там прямо речь, справедливый мир, так называемый, да, ну, это классическая тактика и стратегия Ордогана по многовекторности. Вопрос в другом, что он не объяснил, что значит справедливый мир. Просто он, видно, наслушался на саммите мира в Швейцарии вот этого словосочетания, и оно ему понравилось. Вот он его начал уже артикулировать на международном уровне, но вкладывает, что в него абсолютно непонятно. А почему отказался Путин от предложения Ордогана? Все тоже очень просто. Вы же помните зерновое соглашение, да, которое при Российской Федерации, в том числе с участием Турции и ООН реализовывалось? Ну, так вот, турки, я вам скажу, ну, как бы, и Ордоган непосредственно, они заработали со всех сторон. Но только там деньги, там политические баллы, понимаете? Вот, с России они получили возможность построить первую в своей стране атомную электростанцию. Причем за кредитные деньги россиян они в нее ничего не вложили, а уже они могут, собственно говоря, использовать. От Украины они получили большую скидку на транзитное зерно. А потом, собственно говоря, они в Турции себе его перерабатывали и уже продавали как свое. Причем по хорошим мировым ценам. Политически Ордоган, конечно же, везде на флаг ставил и на внешнем контуре. То, что они обеспечивают зерном несколько миллионов людей, которые на границе голода находятся по всему миру. Так из-за этого, в том числе, он и выборы выиграл. Это являлось важным политическим фактором его выборной кампании. То есть Ордоган – это то. Ну и плюс, конечно, взаимоотношения США по Швеции и Финляндии, про покупки нового вооружения США. Ордоган играет на всех инструментах одновременно. Что, в принципе, он молодец. Тут честь ему и хвала. Но, с другой стороны, Путин-то понимает прекрасно, что Ордоган не станет исключительно на сторону Российской Федерации. Поэтому такой посредник, который не станет исключительно на сторону Российской Федерации, именно Путину, конечно, не нужен. Владимир Зеленский готов встретиться с Трампом и выслушать его мирный план. Об этом он завел в интервью Блумберг. Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня, если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы, мы хотим об этом знать, сказал президент. Очень такое тревожное заявление, поскольку что значит подготовиться к потере государственности? Мы, в принципе, даже к войне не хотели готовиться, хотя нас три месяца предупреждали. Мне сложно сказать вот так вот слету, что имел в виду наш президент, но в этом конкретном контексте. Но то, что он непосредственно уже несколько раз предлагал Трампу приехать в Украину, и это я считаю абсолютно правильно. И одновременно с этим я прекрасно понимаю, что Трамп до выборов, конечно же, в Украину не прилетит. Потому что ему нужно противоположное публичное мнение для своего электората, мнению кандидата от демократов Байдена, который всецело поддерживает Украину. Так Трамп, когда он говорит про какие-то там свои, не знаю, язык не поворачивается, а называть это каким-то мирным планом. Но это же какая-то чепуха, вот то, что он сказал. Если вы не сделаете это, я вам дам оружие, а если сделаете это, не дам оружие. Это какой-то примитивизм популистический, если хотите. Но точно это никакой ни план, ни формула. Поэтому если Трамп может очертать предложения своих, своих помощников, которые он поддерживает, скажем так, что они действительно серьезные, ну так сто процентов, я считаю, что он должен их озвучить для Украины, прилетев в Украину. Повезут пусть в Бучу, в Ильпень, в Гастомель. Может его план немножко видоизмениться. В общем, одним словом, с Трампом, конечно, коммуницировать нужно. Но мы прекрасно понимаем, что Трамп полностью и всецело сейчас в политической кампании. И я думаю, что он не готов, скажем так, выходить из этой парадигмы в какую-то реальность и давать какие-то реальные предложения, за которые могут уцепиться, скажем так, в политической риторике те же демократы. Поэтому, к огромному сожалению, от Трампа, скажем так, мы в ближайшее время ничего конкретного не услышим. А по поводу потери государственности, я честно скажу, повторюсь, я не очень понял, про что вообще это. Мне сложно сказать. Я не думаю, что американцы дадут Трампу, учитывая даже по последним социологиям поддержку Украины и украинцев на уровне 74-76%, отдать ее, скажем так, Путину, например, посредством минимизации военной помощи. Я не думаю, что даже если Трамп выиграет гипотетические выборы, что он на это пойдет. Я думаю, что он все равно будет продолжать поддерживать Украину. Почему? Потому что, опять же, так думают, переважна килькость американцев, а там есть электорат и демократов, и республиканцев. Друзья, вот такой краткий обзор от Алексея Боряченко. Алексей, вам благодарен за участие в этом разговоре. Желаю хорошего дня. А зрителям напомню, друзья, поддержите этот проект и вашим лайком, подпиской, и пишите ваши вопросы или комментарии. В следующей программе мы их попытаемся разобрать и найти ответы. До новых встреч. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok